Добрый день, уважаемые соотечники. Антон из Черкасс спрашивает. Николай Янович, прочитал, что Россия намерена вложить 3,5 миллиарда долларов в белорусскую газотранспортную систему и в наращивание мощности подземных газохранилищ. Что это будет значить для Украины и ее ГТС? Россия полностью откажется от транзита газа по нашей территории. Знак вопроса. Какие будут последствия такого решения? Вы задали достаточно сложный вопрос. И связан он вот с чем. Что газотранспортная система Украины является не самостоятельной газотранспортной системой. Она не появилась просто ниоткуда. Ее строили в советское время. И предназначена она была для снабжения и транспортировки газа в Восточную Европу прежде всего. Как вы помните, были страны Совета экономической взаимопомощи, которым Советский Союз по очень дешевым ценам поставлял газ и нефть. И вот именно в силу этого обстоятельства была построена вот такая мощнейшая газотранспортная система. Очень хорошо продуманная. Там несколько ниток газопроводов, компрессорные станции, которые поднимают давление, прокачивают газ. Газохранилища. Общей мощностью порядка 25 миллиардов кубометров газа подземного хранения. Они, в основном, сосредоточены в западной части нашей страны. Для чего они были предназначены? Для того, чтобы в случае сложных зим с высокой отрицательной температурой очень быстро забирать этот газ и качать его, прежде всего, в западном направлении. То есть в страны Восточной Европы, Германскую Демократическую Республику, Польшу, Венгрию, Словакию, Чехо-Словакию точнее. Вот такая вот система была выстроена. Но с тех времен прошло более 50 лет. 30 почти лет уже эта газотранспортная система Украины существует в ее независимом состоянии. Из 170 миллиардов мощностей прокачки газа используется в последние годы около 70. То есть подавляющее большинство станций и труб, трубопроводов не используются. Ну вот у себя дома попробуйте-ка не использовать там какое-то время, например, водопровод свой. И вы через год, через два, через три заметите, что он будет работать очень плохо. То же самое происходит и с нашей газотранспортной системой. Да, наше правительство пыталось вкладывать, реконструировать, пыталось находить инвесторов на реконструкцию. А она нуждается в реконструкции. Вкладывать надо очень большие деньги. Порядка 10 миллиардов долларов необходимо вложить сейчас уже в реконструкцию всей нашей газотранспортной системы. Мы зададимся вопросом, а для кого? Вот модернизируем ее, так реконструируем. Если это России не надо, она денег на это дело не даст. Европа. Если ей это тоже не надо, она тоже денег не даст. Сейчас Соединенные Штаты заняли позицию такую, чтобы войти на рынок со своим сжиженным газом в Европейский Союз и потеснить оттуда всех других поставщиков газа в Европу. Потому что газовый рынок Европы – это колоссальный потребитель. Идет конкурентная борьба. Причем американцам абсолютно безразлично, кого с этого рынка вытеснить. Или русских, или Катар, или Норвегию, или еще кого-то. Им важно самим войти на этот рынок. И для этого они предпринимают различные усилия. Вот сейчас им пока выгодно затормозить какой-то Северный поток-2. Но ситуация же может меняться. Вот сейчас при конъюнктуре цен, например, их, так сказать, сжиженный газ, ну, еще может как-то конкурировать. Но представим себе такую ситуацию, что нефтяные, так сказать, цены поднимутся до того уровня, какой они имели, например, там, в 2012 году у меня с этой проблемой пришлось столкнуться, когда цены на газ для Украины дошли до 500 долларов за 1000 кубов. Вот. Что тогда будет? Поэтому вопрос, который вы задали, чрезвычайно непростой. И если мы хотим сохранить свою газотранспортную систему, то мы должны найти заинтересованность в этом. Ну, и у России, как основного поставщика газа, и у европейцев. А для этого надо менять нашу политику вражды, соперничество с Россией. И прекратить это надо, надо восстанавливать нормальные отношения. Я думаю, даже в этом случае будет очень сложно убедить Россию в том, чтобы вернуться к тем отношениям, которые когда-то были, когда у нас были совместные планы использования нашей газотранспортной системы в тройственном виде, это Россия, Европейский Союз и Украина. Думаю, очень сложно будет. С нынешним руководством это решить абсолютно невозможно. А Российская Федерация с момента государственного переворота целый ряд мер очень серьезных предприняла для того, чтобы вообще избежать дела с таким нестабильным государством, каким она считает, является сегодняшняя Украина. Это так называемый турецкий поток, который предусматривает подачу газа через Турцию в Южную Европу. Это Северный поток-1, который был запущен и который подает газ в основном в Германию, и затем этот газ распределяется уже по странам Европы. Это Северный поток-2. И если так дело пойдет, и никто этому процессу помешать не сможет, потому что российский газ всегда будет выгоднее поставлять по любому маршруту, чем покупать сжиженный газ. Это однозначно. Все расчеты, которые мы все время проводили, показывают, что при любых нефтяных ценах Россия может спокойно конкурировать с осланцевым газом, которым, так сказать, обладает Соединенные Штаты, или с катарским газом, который они, так сказать, сначала производят процесс сжижения, поставки, в любом случае российский газ будет выгоднее покупать, а бизнесмены умеют считать деньги. И поэтому перспектива в этом плане, к большому сожалению, неутешительная. Где Украина не только потеряет, скажем там, доходы от транзита. Эти доходы можно в другом месте, но она потеряет рабочие места. Ведь громадное количество наших людей работает на обслуживании газотранспортной системы. Она потеряет свое значение, как транзитное государство. Вообще говоря, давайте задумаемся, вот еще над какой проблемой. А для кого, собственно, транзит-то? Ведь транзит в основном идет в Российскую Федерацию через территорию Украины, в страны СНГ, такие как Казахстан, там, положим. Так возникает вопрос. Если вы в основу своей политики поставили вражду с Россией, русофобию, то совершенно очевидно, что при такой политике Украина, как транзитное государство, потеряет всякое значение. А это не только газотранспортная система. Это наши железные дороги, это наши автомобильные пути сообщения, это наши порты. И вот задуматься надо над этим. Ведь недаром же существовало в свое время единое экономическое пространство в виде Советского Союза. Ну, распался Союз, там, можно сожалеть, не сожалеть, дело такое. Но экономические интересы нашей страны должны быть поняты. Экономические наши интересы заключаются в том, чтобы иметь это свободное экономическое пространство для развития нашей экономики. А поэтому политика вражды с Россией – это антиконструктивная политика, абсолютно неконструктивная. Она разрушительная для нас политика. Вот так я развернуто вам ответил, уважаемый Антон. Субтитры создавал DimaTorzok